всем привет и добро пожаловать на мой канал сегодня у нас очередная прогулка и сегодня мы поехали в город штутгарт в их незнаменитый парк киллингсберг сейчас я вам тут его покажу была я здесь один раз и очень уже давно поэтому для меня сегодня так же как и для вас будет все новенькое людей лет опять сегодня куча моря ну правильно сейчас детей каникулы поэтому родители тоже не знаю чем занять детей пойдемте прямо так обойдем сегодня хорошая солнечная погодка завтра обещают опять у нас дождик ну и соответственно дома у нас ведутся сейчас ремонтные работы и мы все-таки решили вот сейчас поехать и прогуляться так сейчас мы зашли в самое начало этого парка сейчас мы все пойдем по порядку и будем вместе с вами смотреть вот там смотрите вдалеке поставили лучше какие-то качельки бедная женщина копает саде цветочки рассаду так тут наверно какая-то была кафешка но есть нету закрытом так идем дальше ага его там тоже какой-то кафе открыто но странно даже столиков на улице не поставили хотя могли бы так идем дальше этот парк он очень самый наверное один из самых посещаем и туристами он находится ну вот я прочитала конечно он его площадь 50 гектаров то есть он огромный мы сейчас только в начале самого парка тут можно насладиться природой цветами даже вон фонтанчики есть водичка там дальше тоже стоит такая вышка мы сейчас к ней пойдем и я вам ее покажу смотрите это уже третья за рту здесь там он немножко видно штутгарты очень красиво там да вообще ой брызгает фонтан так вообще как бы если например люди туристы при приезжает штутгарт они как бы вентами нравится такое они вообще обязаны просто посетить это место лучше конечно сюда приезжать когда тут все цветет смотрите здесь находится такой мини зоопарь зоопарчик козочки козы вечно голодные смотрите какие маленькие утятки ой слушай я вообще впервые вижу таких малюсеньких артем не пугай не пугай смотрите целое семейство тут живет артем только не пугай артем ну не надо ниже маленькие смотрите какая милота вот тут еще одна несется отстала смотрите вот тут тоже такое небольшая небольшая как кафешка на улице но почему-то она закрыта странно возможно я вот как ты не посмотрела потому что когда мы были вот гуляли на днях пятихами там все было открыто и люди сидели даже без масок а в штутгарте наверно все таки еще высокая заражаемость и наверно не разрешали не разрешают еще открывать там вон большущая детская площадка там людей сейчас просто уйма хорошо вот так раз где дети пошли играться ты можешь прилечь на полянке и загорать смотрите тут раньше давным-давно была такая мини железная дорога такой вид знаете как такой маленький трамвайчик ходил видимо с одного пункта с одного конца парка до другого я правда сейчас не знаю ходит он или нет ну рельсы как бы так и остались проложенные кто тут артем живет ослики ослики вдвоем дать наверное брать их сестренкой ну и а и а и привет привет у нас нету покушать ничего смотрите тут даже есть ой зацепилась смотрите тут даже такое на уже на третьем озере розовый фламинго тут розовый да и еще какое-то там стоит какой-то хинезиш или что-то красота пришли на карусельку на на корабль давайте говорите всем привет амеля амеля привет говорите тем ты вставай к лицом камелия и вот так раскатывать вон как дети давай чего-то не она думала что простые карусели а это вот такие как в нашем детстве были только у нас такие большущие были большущие вот такие маленькие ну для деток а вот ради вас мои подписчики я забралась на вышку переодолела свой страх правда не на самую амель у меня уже тут начинается паническая атака чтоб показать вам панораму штутгарта посмотрите какая красота амель скажи чтобы он слазил там просто лес а тут весь штутгард огромный и все домики 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 какая красота вот так хорошо ветерок дует там внизу такой мини циркуспех где мы сейчас были на карусельках а сейчас мы пойдем возьмем мороженое или айс кафе и пойдем туда на лужайку вот там вот вот тут вот вот тут везде вот фокусируется вот эти домики тут живут очень-очень богатые люди вообще это очень-очень дорогая но получается он самый дорогой район штутгарта тут и футболисты и какие-то знаменитости ну и просто богатые люди так что мы на них можем только вот посмотреть и все всем привет и добро пожаловать на мой канал сегодня все таки решила соединить два влога вместе вчерашний сегодняшним чтобы уже завершить наше путешествие сегодня с утра пораньше так как у нас дома ведутся ремонтные работы мы решили семьей покататься на велосипедах от нас ну в другом городе город называть и людвейсбург мы приехали в один парк он называется монрепос получается вообще ну как этот монрепос да занимает тоже большущую площадь потом пойдем дальше я вам покажу самую сердцевину его сейчас мы заехали с тылу на пути за задней стороны тут она хоть тут вот тут люди занимаются конным спортом в основном тут находится ну как прошивают лошади в приватном ну как получается приватные кони да и вот люди приезжают тут и занимаются конным спортом там дальше к сожалению нам нельзя было туда проехать проехать на велосипедах и поэтому я не могла вам показать там занимаются люди гольфом может быть на обратном пути я вам покажу но принципе там ничего интересного это просто как площадка для гольфы и вообще этот парк он принадлежит но вернее принадлежал людвику которые проживал тут много-много лет назад сейчас я вам не скажу по моему в 1400 я видите не посмотрела кому будет интересно можете посмотреть людвиг фон людвиксбург дальнейшем я планирую сходить в этот замок где именно он проживал где именно он проживал его территорию ну сейчас к сожалению он закрыт там пресс ну во первых первая причина это корона а вторая там проводится реставрация но парк очень тоже красивый замок ну как шлёс да там есть на что посмотреть там постоянно проводятся какие-то сезонные выставки например если это осень и то там тыквы если это вот как весеннее летнее время тут и цветочная какая-то выставка там есть на что посмотреть сам вход по моему на территорию он бесплатный если нет никаких выставок ничего ну платного ну конечно в сам замок стоит денег я там была один раз когда мы только приехали в германию и нас по моему водили туда с экскурсией я осталась там под впечатлением я вообще люблю знаете такие замки где вот как будто история да туда вот прям как-то зашел да и там считай осталось все все как есть кровать их не мебель ну все да еще один такой момент на этой территории там можно как бы ну там есть жилые квартиры получается потому что территория очень большая и в одной стране там простые жилые дома ну как квартирки в которых раньше были столовые какие-то прачечные а сейчас они переделаны под квартиры для меня это сейчас не было так интересно потому что когда нам сказали что у нас там будет клиентка я сначала подумал где в замке самом что ли а потом она сказала что оказывается можно спокойно идти как в город ставить вставать на очередь и если там освобождается квартира то пожалуйста и и интересно что как бы убить я вам сейчас не могу показать потому что мы туда не поедем сам этот получается находится в самом городе в самом центре да и квартира там стоит 600 евро когда она мне сказала что и все так платят я так удивилась думаю в самом как бы центре да и такие цены дешевые и квартира у них такая громадная знаете большущие потолки высокие там не знаю по три с лишним метра так что очень интересно ну как его территория очень такая масштабная и получается с этого замка сюда идет тропа и она ведет прям вот сюда к этому замку тут тоже такой как мини замок там озеро ну и сейчас соответственно тут все переоборудовали под конный спорт для гольфа для гольфа для гольфа и там есть еще такие вельнис как сказать ну где как спа салона такие небольшие и маленьких отельчик в общем у кого есть возможность сюда может приехать и отдохнуть например на выходные ну все мы сейчас берем детей и едем дальше буду вам дальше показывать эту территорию вот смотрите вот этот сам шлёс манрепас ну замок манрепас получается как называют его еще замок на воде потому что за заду там вот видите виднеется озеро вообще я честно я вот ну хотела прочитать хоть рассказать немножко что-то раньше был на скорее всего просто как бы он сюда приходил гулял там дам уж какие-то проходили здесь банкеты сейчас тут и правда про проходит банкеты потому что вот даже несколько раз мы гуляли и тут были свадьбы проходили свадьбы там прям вот знаете был оркестр ну как буфеты на улице было очень красиво и потом несколько раз тут я не знаю правда когда это вот я не помню тут проводится оркестр на воде пойдем на ту сторону я вам покажу как это все выглядит вот сама его территория тоже очень большая ведь она прям такая большущие огромные там получается парковочные места когда идешь туда дальше вот если сейчас люди пройдут я вам покажу вот получается вот эта дорожка и по этой дорожке можно пройти к шлёсу так сейчас опять мы приехали сейчас время 11 часов думали им никакой еще не будет но уже людей так прилично в общем вот такая такой интересный монрепас там можно на лодочках кататься на катамаранах уточек кормить и там на воде находится церковь сейчас я вам покажу тоже смотрите сейчас спустилась вниз такое наверно ни разу ничего не реставрировалась как все как все осталось как 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 было при нем вообще очень интересно стекаться несколько лет назад я тут делал вам свапировку сессию надо эти фотки поискать среди такое очень как сказать любимое место для фотографов сейчас пойдем дальше вот сейчас подходим вот тут такое все старинное сейчас подходим к этому озеру вот это озеро люди сидят кайфуют вон катамаранчики плывут смотрите а вот там вот видите в кустах виднеется церковь вот она церковь на воде к ней только видите вплав ну к сожалению на катамаранах мы не поедем а а так может быть как-нибудь следующий раз я вам покажу мы вот обычно так идем если гулять идем обходим озерцо ну в принципе так небольшое но интересно погулять там тоже дальше лужайка идет там вот люди в гольф играть с той стороны получается туда как бы нельзя ходить потому что мячик может прилететь тебе видите как погодка стала так люди все сразу по вылазили в общем вот тут знаете проходит водные концерты вот тут выставляют стулья или ну или просто вот так люди сидят а тут соответственно производится играет концерт на воде очень интересно один раз как там увидели попали сюда уже можно да уже год и два наверно будут не были лебедь лебедь уснул вот на таких лодочках они садятся и играют очень интересно кстати тут я даже видела что рыбаки рыбу ловит ну конечно не не простые рыбаки с наверное как с городским разрешением просто так не половишь но вообще знаете такое тоже романтическое место интересно а вот этот замок получается с другой стороны вот тут если свадьба происходит вот они тоже ставят бафеты навесы делают или вот там внутри тоже концертный зал ну или как банкетный зал тоже вот там интересно конечно побывать бы внутри тема ты куда поехал артем давай возвращайся обратно амель скажи всем привет ну погромче привет мы пока тут доехали даме с горки на горку все устали то и мы